Жилой район Полярный в Абакане, один из самых отдаленных от центра. В последние годы он бурно развивается, растут многоэтажки, вот-вот будет введен в эксплуатацию огромный жилой комплекс Лазурный. В связи с этим администрация Абакана вкладывает серьезные средства в развитие инфраструктуры района, но возможности муниципалитета ограничены. У нас есть хоккейная коробка, у нас есть волейбольная площадка, но она уже, это древняя, доисторическая. И я бы очень хотела, если бы на это обратили внимание, и у меня обращение было к Соколу Сергею Михайловичу о том, что обратили это внимание, потому что нам нужно модернизировать, и дети должны быть заняты. Результатом обращения стал визит депутата Госдумы Сергея Сокола на Полярку. Вот, собственно, эта самая площадка, за модернизацию которой так ратуют местные жители. Они уверяют, что коробка очень редко пустует. Летом ее оккупируют юные футболисты, зимой играют в хоккей и дети, и взрослые. Местные предприниматели помогают. Недавно, например, установили за свой счет ворота. Но полноценный ремонт требует совсем иных затрат. И это тот самый случай, когда помочь может один из многочисленных инфраструктурных федеральных проектов, считает Сергей Сокол. Вот эта площадка сделана в прошлом году по федеральной программе «Городская среда». Там в соседнем дворе есть большая площадка, возможность для того, чтобы сделать нормальную хоккейную коробку. И еще пару площадок для игровых видов спорта. По программе «Детский спорт» вполне реально сейчас это начинать уже реализовывать. И не только, кстати, там. Есть еще другие у нас по городу площадки, на которых можно было бы это разместить. И обязательно нужно это делать по согласованию с жителями. Помимо этой коробки в программу «Детский спорт» будут включены еще семь. Все они расположены в отдаленных от центра районах города. Все востребованы. На некоторых, заверил Сергей Сокол, работы начнутся уже в этом году. Очень важно отметить тот факт, что наконец-то власти начинают обращать внимание на то, что происходит не только в центре, но и на периферии города. Потому что микрорайон Полярный – это достаточно быстро разрастающийся микрорайон. Мы сами купили, как молодая семья, приобрели здесь жилье. И хотелось бы, конечно, чтобы нас услышали. Сегодня дана была обратная связь. Очень радует. И, конечно, мы все ждем. Самое главное – это результат сотрудничества и результат того, что жители услышаны. Помимо ситуации со спортплощадкой, жители Полярного рассказали Сергею Соколу и о других проблемах района. Например, об экологии, о бездействии регоператора «Аэросити-2000», из-за которого переполнены зоны твердых бытовых отходов. Поделились они и мечтами о набережной вдоль дренажного канала. «Может стать местом отдыха не только для жителей микрорайона, но и для всего города сюда можно будет приезжать. Но начинать можно с малого. Не обязательно тратить сразу большие средства на логоустройство. Нужно просто будет привести общими усилиями все это в порядок. И для того, чтобы все это делать, нужна командная работа и города, и правительства республики. И только так у нас получится сделать для жителей что-то хорошее. Все вопросы, которые сегодня задали Сергею Соколу жители Полярного, зафиксированы. По каждому обращению, заверил депутат Госдумы, будет проведена работа. Анзор Саванов, Артём Мзараков. Новости.